Тропики. Смотрите, самые настоящие. Просто стою как во вьетнамском болоте, которое заросло южноамериканским водяным гиацинтом. Не зря тропики, не зря болота. Это реклама. Это реклама новой книжки. Я не знаю, многие ли из вас получали, приобретали первую книгу, последняя ручейка химхинского дракона. Но сейчас готовится к выходу, и я думаю, в конце сентября уже будет забрана из типографии, новая книга моя. Евгения Рыбалтовского «Туманные леса Тамдауа». Это продолжение первой рассказы о экспедициях, зоологических экспедициях в первобытный еще тогда Вьетнам, в первичные леса Вьетнама. «В поисках новых амфибий и рептилий». Это, наверное... Знаете, я очень много могу говорить на эту тему, но мне кажется, что эта книга не только о животных. Да, конечно, там очень много про животных. Это описание животных, как мы их искали, каких находили. Но эта книга еще и о людях, о жизни людей первобытных племен, в девственных тогда лесах, куда мы забирались. Это жизнь сельских жителей Вьетнама, это жизнь городов Вьетнама начала 90-х годов. Это рассказ о том, что мы уже утратили, что мы уже не можем увидеть, все настолько изменилось, что племена почти исчезли. И добраться до лесных стойбищ уже невозможно, даже если где-то и сохранилось одно-два. Это... Я когда пишу эти книги, я вижу эти картинки перед глазами точно так же, как будто смотрю на них. Все очень живо стоит. Это даже не прошлое, это настоящее. Я описываю то, в чем я нахожусь в тот конкретный момент, когда сижу за клавиатурой компьютера. Поэтому, если вам интересны книги о том, какой была земля, какие, как интересны животные и какие невероятные приключения нам приходилось испытывать в поисках этих животных, в открытиях новых видов, в спасении некоторых видов. Потому что некоторые виды живыми привозились из Вьетнама. И многие из них с тех пор заняли свое прочное положение в мировых террариумах. Тогда эта книга для вас. Ну, я думаю, что довольно много можно найти и роликов, и отзывов, по крайней мере, по последнему ручью Кохинхинского дракона. Так вот, Туманные леса Тамдао, как сказали мои друзья, которые уже почитали эту книгу, она оказалась не хуже. Туманные леса Тамдао. До новых встреч! Продолжение следует...